Сильно хочется, вот. И что это значит? Чувство привередливается. Я умоляю вас, не надо истерить, я чувствую, умоляю вас, не надо рубить, не надо принцип ставить выше семьи, не надо свою правду как бы, не надо лекции ставить выше семьи, свою правду выше семьи не надо ставить, не надо говорить, что благостная жизнь выше нашей семьи, не надо говорить, что вера моя выше нашей семьи, не надо говорить, что моя вера лучше твоей там и так далее. Как только принцип пошел в жизнь, значит все, семья разрушена. Что нужно делать? Нужно идти в храм и молиться. Нужно свои чувства успокоить Богом. Потому что в священных писаниях говорится, что Бог охлаждает чувство, как дождь охлаждает лесной пожар. Вот лесной пожар даже пожарные машины потушить не могут, понимаете? Потому что у них воды меньше, чем у дождя. Вот представляете, что Бог делает? Сотни тонн воды он поднимает легко просто в небо. Потом ветерком подносит это к месту, где горит пожар. И туда все это за 15 минут. И пожар потух. Понимаете? Вот точно так же духовное знание, молитва охлаждает чувство человека. Как Бог охлаждает через тучу лесной пожар. Понимаете? Жар вот этот в сердце успокаивается от духовного общения. Вот поднимите руку, кто пришел на лекцию, послушал, ваш жар вот этой обиды успокоился в сердце. Есть такие люди? Вот это Бог вам помог, понимаете? Вот это и есть то, что надо делать. В храм ходить. Добрых людей много вокруг, жар остывая. Жить легче становиться. Это и есть удача. Понимаете? Не позволять своим чувствам впадать в состояние отчаяния, разрушать свой здравый смысл. Нужно поить духовным знанием, понимаете? И тогда вы сможете чуть-чуть постоять на краю и разобраться, надо ли туда прыгать вообще в эту пропасть или нет. В свой принцип как бы прыгать. В свой принцип, который разрушит твою семью. Еще не решаю, что жена должна уйти. Чуть-чуть на краю постою. Напою коней, успокоюсь. И решения пока не принимаю. Чуть-чуть еще постою на краю. Доль обрыва же он там песней скакал на пропасть. По самому по краю. Я коней на гайкой погоняю. По самому краю. Хоть немного еще постою на краю. Вот в этом заключает смысл разумной жизни. Не принимайте решения. Постойте на краю еще немного. Помолитесь. На природу сходите. Ну почему я с самолета не в квартиру поехал, а на пляж? Как вы думаете? А? Потому что мне в это время больше всего нужно было здоровья. У меня как бы духовной силы хватает. Нормально. Любви к вам хватает. Здоровья нет. А мне, чтобы читать лекции, нужно было здоровья. Я поэтому поехал туда, где в вашем городе сейчас раздают бесплатно здоровье. И здоровье в вашем городе сейчас бесплатно раздают на пляже. Я туда приехал и в воду сразу встал в воду, начал смотреть на солнце, молиться. Потому что когда человек молится, контактирует с природой, с молитвой, то все самое лучшее в него заходит, а самое худшее не заходит. И все, как бы полчаса просто в воде и просто силы вернулись назад. Это здравый смысл. А если бы завтра это сделал, уже было бы хуже. Надо сразу. Понимаете? Нужно учиться правильно жить. Коней надо поить, понимаете? То есть свои чувства надо успокаивать природой, добрыми людьми. Вот правильно сделать, что на лекцию сходили. Видите, это скрытая реклама. Если человек так живет, он идет туда, где есть помощь, где есть возможность остыть, восстановиться, то это правильный образ жизни. Правильный образ жизни это как раз это. Искать любви от природы, от добрых людей, от храма. Искать любви, потому что нам не хватает двух вещей. Первое, нам не хватает деликатности в отношениях, чтобы близкий человек менялся. А второе, нам не хватает сил. И вот второго, нам не хватает еще больше, чем первого. Потому что, может быть, мы и знаем, что надо быть деликатным, но сил не хватает сильно. Филис скажет, Олег Геннадьевич, ну хватит уже одно и то же. Ну все, понятно, как бы, ну деликатность, терпение принять. Ну что дальше-то? Какие стадии изменений? Да, мужик-то исправится. Хорошо. Сейчас буду об этом говорить. Это же Питер, все люди конкретные. Черт, ну это давай. План лекции. Хорошо. Первая стадия изменения называется «Обратил на меня внимание». То есть, внимание. Вот смотрите, чего хочет от нас близкий человек? Он хочет любви. Когда, допустим, человек, вот вы, допустим, от близкого человека хотите и хотите любви. Вы его видите как человека? У меня вопрос, вы его как человека в это время видите, когда вы от него любви хотите? Нет. Вам по барабану там устал он, не устал, с работы пришел. Голодный, не голодный. Давай любовь. Милый, мне очень грустно было, я тебе звонила, и целый вечер дома я была. Милый, я даже дверь открыла, когда тебя ждала. А он приходит, гад такой, даже не посмотрел. То есть, а он не посмотрел, потому что он в это время дедушку не бил, он дедушку любил, но был голодный. Он был голодный и уставший, поэтому не посмотрел, потому что он не хотел уставшими голодными глазами на жену смотреть. Он хотел на нее посмотреть любимыми глазами, добрыми, когда наесся. Она не поняла, она подумала, что он ее не любит, и поэтому расплакалась. Видите, непонимание приходит от ожидания сильно. От того, что мы любим. Когда мы начинаем любить, мы забываем про человека. Итак, смотрите, вы стали деликатным человеком, означает любовь свою, поставили на второе место, а на первое принятие человека. Вы поняли, что любовь это труд, а не награда. Поняли и решили начать трудиться. Перестали желать от него чего-то и начали его принимать и деликатно себя вести. Первая стадия победы. Что дальше будет? У него при взгляде на вас картинка поменяется. Это первая стадия. Ваш близкий человек увидит вас. Не свое желание по отношению к вам, а вас он увидит. Понимаете, это первое, что произойдет. Когда произойдет? Ну, через пару месяцев, я думаю. Начнете так делать постепенно. И почему он вас увидит? В чем причина? Причина заключается в том, что мы мешаем увидеть близкого человека себя. Близкому человеку себя мы мешаем увидеть своими желаниями. Это очень мягко сказано. Потому что у нас это называется желание. А для него это называется нервы, капризы, претензии, требования, обвинения. Понимаете? То есть мы вроде бы ждем любви. Мы не вроде бы, а точно ждем любви. А для близкого человека называется требование, претензии, обвинения и все прочее. И когда я вижу от близкого человека только требования, претензии, обвинения, тогда как я его увижу-то? Я не смогу его увидеть. Кто он такой? Что за человек? Ну, пока начальник на заводе там постоянно ругает меня, как я увижу его как человек? Нет. Я увижу просто как начальника. Первая стадия, он вас увидит. Понимаете? Он увидит вас как человека, увидит ваши желания, интересы, взгляды. Вот люди желанием любви не дают друг друга увидеть вообще друг друга. Люди не видят. Говорит январская вьюга, не видят люди друг друга, не любят люди друг друга, не поймут, не поймут никогда. 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 Там так песня поется. Никогда. Понимаете? Вот. Остановите январскую вьюгу, это желание счастья. Остановите в своем сердце. И первая стадия будет, он вас увидит. Вторая стадия, он будет пытаться идти на контакт. Понимаете? Есть разница между пытаться лечь в постель вместе, или пытаться сходить в кино вместе, или пытаться обниматься, или пытаться, допустим, ну, наслаждаться друг другом еще как-то, и пойти на контакт. Чувствуете разницу? Как есть такой анекдот, секс, секс это еще не повод для знакомства. Сейчас современный уже анекдот. Вот. Пойти на контакт означает, что он будет, как бы, спрашивать вас про вашу жизнь. Он будет спрашивать, это первая стадия, принять, ну, то есть он вас увидел, картинка появилась перед глазами. А вторая стадия, он будет вас спрашивать о вашей жизни. Он спрашивает, как у тебя дела? Он увидит картинку, он вас увидит, спрашивает, а хорошо, когда увидел человека, что дальше? А как у тебя, как ты вообще поживаешь? Мой близкий человек, мы вроде с тобой уже 20 лет живем, 15, а еще не знаем, как друг друга, как мы поживаем. Вот сейчас мы начнем узнавать. Как я в самолете летел вместе с бельгийцами, они решили посмотреть Санкт-Петербург, меня спросили такие, боятся, говорят, правда красивый город, я говорю. Ну, и мы с ними разговорились, там пошутили немножко, и там они мне, как бы, показали на мои пальцы, на мои кольца, говорят, вот, хорошие камни у тебя, можно, как бы, ударить, там отпечатки останутся. Ну, шутят со мной так. Я говорю, а у вас, говорю, кольца большие, тоже, говорю, хорошие, еще лучше можно ударить, говорю, обручальные. Говорю, давно уже, как бы, у вас на руке такая защита? Они говорят, ну, знаете, говорит, защита всего три года, но мы, говорит, 30 лет вместе жили для того, чтобы прийти потом в ЗАГС и расписаться. Я говорю, конечно, так и надо, говорю, сначала узнали друг друга получше, потом поженились, они смеются. Ну, так вот мы с ними летели в самолете. Ну, нормально, хотя бы через 30 лет, как бы, увидеть человека в лицо, узнать, что за человек. Не что за секс передо мной находится, и что за наслаждение, а что за человек, или не что за кошелек, как бы, и что за возможности моих детей поднять на ноги, а что за человек передо мной. Для того, чтобы увидеть человека, надо перестать чего-то хотеть от него. Или хотя бы, чтобы он перестал от тебя чего-то хотеть. Если он перестал что-то хотеть от тебя, тебе легче уже посмотреть на него. У тебя желания остались еще, но тебе уже легче. Ты иногда можешь уже с ним поговорить. Это вторая стадия. Посмотреть, поговорить, пообщаться. Узнать, что за интересы в жизни. Ненавязчиво. То есть, это признаки, что лед тронулся. Будет и следующая стадия. Они развиваются постепенно. Следующая стадия, вот после того, как поговорить, пообщаться, это стадия прощупывания возможностей более глубоких отношений. Это означает проверка боем часто. То есть, близкий человек будет приходить и говорить, я хочу с тобой посоветоваться. Ну, когда вы уже не давите, то есть, он хочет посоветоваться. Но это не значит, что он хочет посоветоваться. Он хочет, чтобы вы приняли его идеи и желания. Надо принимать. То есть, сначала идет принятие человека, потом дальше принятие идей и желаний. У мужчины идей и желаний. То есть, мужчина будет приходить к женщине и говорить, я хочу посоветоваться. Означает, он хочет объяснить свою позицию в жизни. Знаете, женщина, что такое уважение к мужчине? По факту, означает это уважение его позиции в жизни. Вот если женщина, допустим, слушает мужчину, и он говорит о своей позиции в жизни. И она вот так смотрит на него, кивает вот так очень глубоко. Это не значит, что она согласна с этим всем. Ни одна женщина не согласится с позицией своего мужа в жизни. Вот. Но если она кивает, смотрит вот так, как бы, когда он говорит о своей позиции, это значит, что она его очень глубоко уважает. Или поняла, как его очень глубоко уважать. Еще не уважает, но поняла, как это делать. Когда женщина, вот мужчина, говорит о своей позиции в жизни, и она вот просто в аскезе находится, принимает его слова, не возражает, с целью, чтобы близкий человек почувствовал любовь. Вот именно так мужчина и любит. Если он видит, что женщина очень сильно принимает его взгляды, глубоко относится к ним, он за ней, как за каменной спиной, стеной. То есть он чувствует себя очень хорошо с такой женщиной. И бросить такую жену нереально. Просто нереально. Понимаете? Теперь, когда женщина подходит к мужу и говорит, я хочу с тобой посоветоваться. Это тоже испытание боя. Она вообще не хочет советоваться, она хочет показать свой внутренний мир, свои чувства, свои ощущения в жизни. И муж что должен сделать? Все ее чувства, ощущения и желания беспрекословно принять. Он должен... Да... Ага... Согласен, согласен. Все правильно. И тогда она становится такой счастливой. Она чувствует, что ее понимает, ее любит и уважает. Понимаете? Вот эта стадия уважения очень важна в принятии. То есть деликатное отношение означает дальше на какой-то стадии вы начнете друг друга прощупывать. И уважение означает, что я не лезу вот в эту жизнь человека близкого. Я не лезу в это все. Я должен просто научиться им помогать жить. Потому что женщине нужно ощущение гармонии. И что ее понимают. Ей не надо объяснять, как она должна чувствовать, как она должна видеть мир. Потому что все равно это бесполезно. Женщина, как видит и чувствует, так и будет видеть и чувствовать. Потому что это и есть ее счастье, ее жизнь женская. Вот. И она просто вот так видит и чувствует жизнь. У меня жена разок включила песню. И такая песня... Что-то так... Я говорю, очень печальная такая песня. Она говорит, какая печальная была. Это очень счастливая песня. Ты что? Я так смотрю и говорю, точно, точно, точно. Очень счастливая песня. Я потому что увидел, что вот для нее вот это... Это и есть счастье. Но женское. А для мужчины это просто печаль. Я такой, вау. Думаю, да, да, это и есть счастье. Говорю. И она потом все время дома гоняет это счастье. Вот. А я просто как бы даю ей возможность быть счастливым. Потому что это и есть ее вот жизнь. Она вот такая женская. Я, женщины, как бы вы на меня не сердитесь, пожалуйста. Я вам даю знание просто. Как мужчина воспринимает женское счастье. И что ему надо сделать с собой для того, чтобы его полюбить. А? Понять хотя бы. Понять невозможно. Хотя бы просто согласиться. Согласиться хотя бы. Вот. То же самое мужчина там. И музыка там. У нас теперь дома всегда будет играть. Нада очень хорошая музыка. А ей вообще вот это вот здесь вот эта музыка. Ей нужна гармония, спокойствие. Вот. Понимаете? Ну, то есть мы абсолютно разные. И как бы вот, чтобы прямо вот близкий человек тебя прямо понял и прыгал прямо от счастья, от этой твоей музыки, которую ты любишь. Это просто нереально. Один человек подошел ко мне, говорит, мы, говорит, женой хорошо живем, Олег Геннадьевич, все как нормально, у нас все налаживается. Но я в какой-то момент заметил, что у меня с ней нет общих интересов. Поднимите руку, кто вот, кого наладилось, и вы заметили, что у вас нет общих интересов. Вы поняли, какая разница между мужчиной и женщиной в этом. У женщины своя жизнь и будет своей всегда. А у мужчины своя и будет своей. И пересечение между ними, это только деликатность, которая называется любовью. И именно она, вот эта деликатность, она и дает все вот это счастье совместной жизни. Понимаете? Вот там на грани, вот на этой, находится счастье. Я не трогаю, как бы не пытаюсь поменять. У нее там своя жизнь, свои понимают, свой интерес. У него своя жизнь, свой интерес. Я просто согласен со всем. Пускай этот человек рядом со мной живет вот такой. Пускай у него будет своя жизнь. Пускай он меня вообще не понимает. Но зато он пытается. Или я пытаюсь. И это называется любовь. Понимаете? И тогда будет ближе, глубже отношение. Постичь мужчине женскую природу просто невозможно. Постигать можно. То есть, если хочешь постигать мужчина, если хотите постигать, откажитесь от своего наслаждения своей женой. Откажитесь. И просто постигайте. Пытайтесь понять чистоту женской природы, ее глубину, ее нежность, ее гармоничность с этим миром. Пытайтесь все это понять. Тогда вам счастливее жить будет намного. Потому что вы тогда будете поклоняться божественной природе женской. Потому что жена, она вот сама просто душа. Но так как она хочет любить этот мир и в гармонии с ним жить, в нее вошла божественная энергия. Понимаете? Божественная энергия – это энергия Бога. То есть, у Бога есть две половины. Есть мужская и женская. И женская половина – это энергия любви, энергия нежности, гармонии, счастья. Она имеет бесконечную глубину. И она вошла в вашу жену. Вот человек, который вы считаете своей женой. И если вы эту энергию божественную в жене начнете постигать, это называется поклонение Богу или служение Богу. Если вы служите Богу в женской ипостаси, понимаете? Есть разница служить Богу в женской ипостаси и эксплуатировать энергию Бога в женской ипостаси. Это две противоположные вещи. Служить – это означает позволить ей рядом с собой жить, чтобы она раскрывалась, была счастливой. И тогда в этом случае она вас одарит любовью и счастьем на полную катушку. Женская энергия Бога, не жена. Потому что жена тоже этой энергией пользуется. Это она не обладатель. И если женщина начнет позволить мужчине быть мужественным, побеждать, способным иметь свое мнение, свое право отстаивать, свои глупые идеи, которые будут по башке ему давать и так далее. То есть дать возможность ему быть мужчиной и позволить ему вот это вот все. То тогда в этом случае она начинает поклоняться мужской ипостаси божественной. И в результате получит и защиту, и знание, и мудрость, и спокойствие в жизни. Все, что она от мужа хочет, она все это получит благодаря вот такому принятию, что мужская природа божественная есть. И ее надо очень-очень деликатно не относиться и очень уважать. Мы даже не понимаем, что божественная мужская природа. Божественная мужская природа – это стремление к победе, желание иметь свое мнение, иметь твердость духа, признание. То есть мужчине нужно признание, чтобы его признали, что он имеет право на мнение, на мудрость, на знание, на свою как бы ответственность во всей ситуации. Право надо дать мужчине. Если женщина дает ему это право, она поклоняется мужской ипостаси божественной. Но также мужчина нуждается еще и в том, чего он сам не знает. Он нуждается в вашем честном слове, что он пошел не туда. Вот в вашем отстранении, если он обнаглел. Он нуждается также в вашей женской силе, если он совсем не туда его понесло. Понимаете, нужна женская сила в виде того, чтобы его опозорить, просто всем родственникам рассказать. И они все скажут свое мнение о его поступке. И это называется опозорить. И это тоже надо делать. Иначе он не сможет остановиться. И так далее. Видите, то есть, третий как бы шаг, это уже мы начинаем уважать друг друга. То есть, мы... Я деликатно в свой день позволяю меня увидеть близкому человеку. Потом он пытается со мной поговорить уже поближе. Дальше он меня испытывает. То есть, мне рассказывает свои глубокие какие-то вещи, которые он очень ценит. Я уже сказал, что женщина ценит, что мужчина. И в этот момент надо не объяснять свое, делать умный вид, а просто согласиться, принять вот эти глубокие вещи близкого человека. На этой стадии начнется любовь. То есть, появится чувство, что я хочу жить с этим человеком. Что мы не зря вместе. Что есть смысл быть вместе. Есть счастье какое-то. Потом оно будет углубляться. Но оно будет не вот этот горячий вкус иметь, а вкус чистоты, глубины, верности. Вкус светлый очень. Интересно знать, что если люди достигают этого светлого вкуса в отношениях друг с другом, вот если люди идут в этом направлении, то очистив отношения полностью, чистые светлые отношения, когда между ними возникают, то после этого они имеют право, получают право быть вместе в следующей жизни в раю. Понимаете? И вот когда люди доходят до этой стадии чистоты отношений, то тогда они через их отношения друг с другом начинают идти откровения. И эти отношения уже перестают быть отношениями только одной жизни. И эти откровения уже начинают во время ухода близкого человека начинают действовать и призывать, как бы видеть жизнь глубже. Как вот Робин Дранат Натагор написал своей жене перед уходом. Это признак того, что люди будут вместе в следующей жизни. Это уже вот и есть настоящая любовь и очень глубокие, светлые чувства, которые показывают будущее, что мы встретимся с тобой, что вечный закон, побеждающий смерть, это любовь моя, что на краю своей жизни ты узнаешь, что я с тобой рядом опять появился, и я буду потом с тобой опять рядом. Вот. Ты как бы будешь своей жизнью жить, но со мной будешь соприкасаться, и это соприкосновение со мной будет несометно происходить. Ты будешь думать, что это просто образ какой-то непонятный, а это на самом деле я, и не сомневайся в этом. Это означает, что люди остаются вместе. Они так постепенно, постепенно, раз, он ушел, потом она к нему пришла. Но это возможно только тогда, когда люди вот из этой деликатности перешли в уважение, из уважения перешли постепенно к глубокому принятию друг друга, а потом из принятия пришли к чистоте, осознанию божественности, присутствию божественной природы друг в друге. Из этого осознания перешли вместе в настоящую любовь, которую они уже получат в следующей жизни. Потому что для настоящей любви нужны более совершенные чувства, которые человек получает, более совершенное тело, и, ну, как бы другой смысл жизни. Понимаете, здесь на земле мы не для настоящей любви родились. Мы должны ее научиться понимать, учиться ее добиваться, и учиться быть достойной ее. Понимаете? А есть более высокая жизнь, где уже люди могут жить этой настоящей любви по праву. Человек, что чувствует в конце жизни, того он достигает. Если Бога не можем достигнуть хотя бы любви, которую мы стремились достигнуть. И вот это достижение. Это любовь моя. То есть любовь это главное. Видите, сколько раз? Это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя. Нету знания мои, нету принципы мои, нету правила мои, нету условия мои, нету возможности мои с тобой жить, нету желания мои с тобой жить, нету мои условия там, а это любовь моя. Понимаете, любовь стоит выше условий, выше возможностей, выше желаний, выше принципов, выше разочарования и выше очарования. Любовь – это безусловная вещь. И если мы хотим, чтобы перевоспитался близкий человек наш, надо к этой безусловной вещи изо всех сил стремиться. А если не получилось, все разрушилось, ну ничего страшного, в следующий раз получится. Бог даст другого человека. Раскаетесь, идите дальше. Всякое бывает в жизни, не такая простая штука. Поэтому нужно, чтобы не было никаких ошибок, нужно все делать правильно. И для этого мы сегодня с вами и собрались на лекции. То есть вы скажете, когда же близкий человек перевоспитается? Он не перевоспитается никогда. Он просто сначала вас поймет, потом он почувствует то, что вам в жизни нужно. И поймет также, что ему надо делать то, что вам нужно. Он будет это для вас делать сам. А также он поймет то, что ему в жизни нужно через вашу любовь. И просто более быстро пойдет своей дорогой судьбы. Потому что если муж пьяница, или наркоман, или тунеядец, или развратник, это просто его уровень развития. И все. Это не то, что хороший, плохой человек. Это просто его уровень развития. А для того, чтобы его выше был уровень развития, для этого нужно его любить. Потому что любое живое существо развивается только через любовь. И когда вы свою кошечку любите, обожаете ее, цените, она развивается. Понимаете? И почему кошечку любить легче, чем мужа? Потому что разница слишком большая. Понимаете? Вот представьте, допустим, ангел будет жить с вами в одной квартире. Вот будете вы на него смотреть вот такими удивительными глазами или нет? Будете вы бесконечно верны ему или нет? Вот человек по отношению к кошечке, это такой же ангел, понимаете? Мы намного более развиты, чем эти животные. И поэтому животные так верны нам, так преданы. Они так нас любим. Так поэтому, мои дорогие друзья, бросайте нафиг своего мужа и жену. Просто живите с кошечками. Потому что там всегда будет бесконечно искренней, чистой любовью. Так многие делают. По три, по пять кошечек завели собачек. Люди, как бы, понимаете, с ними сложно. А кошечки всегда тебя будут любить. Собачки всегда тебя будут любить. Но там, понимаете, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что кого ты любишь, таким ты и становишься. Вот у кошечек нет проблем. Они с ангелами живут, понимаете? А ангелы живут с кем? С кошечками, мой хороший. Поэтому идет, как бы, движение навстречу друг другу. Кошечек любите? Кошечки вас любят, становятся, как вы. А вы, вы любите кошечек? Думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Не, я не против кошечек. Я просто к тому, что надо, кроме кошечка, еще и мужа любить. Потому что в основном люди, кошечек у нас сейчас любят, и собачек в современном обществе. Вот, я к этому все говорил, вот к этому. Точно так же с детьми тоже. Детей очень сильно от вас зависит. Поэтому они, естественно, будут, как бы, и чувствовать вас лучше, и понимать. Потому что они сильно от вас зависят. Понимаете? Поэтому кошечек, детей любить легче всего. На втором месте любить детей. А вот любить мужа и жену очень трудно, мои хорошие. И вот этим надо и заниматься. Потому что именно этого и достоин человек. Чтобы научиться человека любить. Развитого, взрослого, а не просто ребенка. Ребенка любить несложно, потому что он зависит от нас. Естественно, поэтому он будет нам предан, верен и так далее. Понимаете? Научитесь взрослого человека любить. Мы достойны именно этого. Любить означает поставить вот это все выше всего, что у нас в голове по отношению к нему есть. Вот любовь поставить выше всего. Выше всего. Для этого нужны большие силы. Силы берутся от природы. Поэтому я приехал сразу на пляж. Там я увидел много добрых людей. И даже когда из воды выходил, одна женщина тоже там стояла и такая... Ну, потом она такая... А, нет, не может быть, чтобы Олег Геннадьевич здесь купил. Он не из Питера. Я и улыбнулся. Счастливо. Счастье же, что тебя узнали где-то там в воде. Вот. Отношения с родителями еще сложнее, чем отношения с мужем. Да только кажется, что нет. Просто мы с ними чуть-чуть подальше находимся. Но они еще сложнее. Потому что перевоспитать родителей, это не то, что мужа. Вот мужа просто деликатно себя ведешь с ним. И он уже будет контактировать как-то с тобой. Пойдет контакт. А вот родителей, они ведь тебя слушать никогда вообще не будут. Потому что они тебя видели просто вот... И таким запомнили на всю жизнь, понимаете? Поэтому... Вот это вот... Вот представьте, вот как бы... Жизнь же быстро течет. Вот это вот. И это потом вот это, вот это вот так. Потом... Мама, ну ты че? Ты с ума сошла вообще? И все нормально. Вот это вот... Вот так... Не может быть. Ну, сам в своем не верю. Понимаете, парадигму его очень трудно поменять. Ну, как это возможно? Вот, поэтому... Родители... Родители... Вот знаете, допустим, если вы хотите дать совет родителям... Нужна... Мама... Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот надо так. Хотя ты знаешь лучше. Все. Вот так давать совет маме. И это надо честно вот так делать. Искренне. Или, допустим, мама говорит... Доченька, почему ты не пришла на день рождения? Мы там так хорошо отпраздновали. У нас было самое качественное в Петербурге вино. Вот. У нас как будто все родственники пришли. Мы там хорошо посидели. Попели русские песни. Ты же любишь русские песни. Ну, что ты не пришла и с нами не посидела? И вы скажете... Мама, я не смогла. Я вот сейчас очень трудно переношу, когда люди выпивают. У меня сейчас такой период в жизни. Это не то, что как-то что-то хорошее. Наверное, это не очень хорошо. Надо всех любить, переносить. Но я что-то пока не научился. И я вот... Как бы мне тяжело вот это все вот. И я буду стараться в следующий раз вот... научиться, переносить. И приду обязательно в следующее мероприятие. Понимаете, нет? И мама говорит, ну смотри... Знаю, что не придешь, но все равно приятно. Чувствуете разницу, да? Между тем, что... Да вы там пьянь одна забрались. Маме. И когда мама не примет, она скажет, да, а ты у меня развилась. Стала очень умная. Я понимаю. Видите, мать, она видит, что любви нет у дочери в сердце. Какая она умная. Любовь является главным критерием. Если ты маму любишь, прощаешь, деликатно себя ведешь, она тебе говорит, доченька, брось своего мужика, он у тебя плохой. Почему ты меня не слушаешь? Он говорит, мамочка, я все понимаю, согласна со всем. Пока бросить не могу. Ну посмотрим, как жизнь сложится. И дальше с ним живете. И мама говорит, у меня ты доченька-то разумная, но ты вот у меня слабохарактерная. Ну, да, мамочка, я слабохарактерный. Конечно, с тобой все согласна. Но у нас вот отношения налаживаются сейчас пошли. Зачем мне его бросать? Он на работу пошел, стал лучше. Да? Ну ладно. И так далее, постепенно меняется представление о близком человеке у родственников. Постепенно это происходит. Потому что они всегда насторожи, они боятся за ваше несчастье, и поэтому они будут в сердце относиться с долей скептицизма и долей, разрушающей ваше отношение. Имеет время место еще привязанность от перетягиваний, естественно, неосознанное близкого человека на свою сторону. Как общаться с мамой, если мама спрашивает совет? Очень деликатно, точно так же. Мамочка, я не знаю, как бы, как тебе сказать, но мне кажется, что вот так, ну ты знаешь лучше. Никак бы она себя не вела, все равно внутри она все равно, вы для нее дочь. Если мама, допустим, лезет со своими эмоциями, любовью со своей. Доченька, почему ты ко мне не приходишь? Ты меня чего, уже не любишь? Тебе же плохо со своим мужем? Да, у тебя там все тяжело. Ну расскажи мне, как тебе тяжело и плохо. Ну? Да нет, мама, у тебя все нормально. Нет, у тебя все плохо. Знаете, любовь, особенно когда люди стареют, у них любовь становится очень зависимой. То есть они начинают зависеть от людей. Если человек не развивается духовно, он становится зависимой от детей, становится, это болезнь, зависимость от детей. Как быть дистанция и терпение? Это аскеза уже со старыми родителями, которые от тебя зависят. Человек с возрастом должен быть духовно сильным становиться, не зависит от никого, кроме Бога. Но если человек зависит от тебя с возрастом, становится зависимым, то тогда в этом случае просто терпение, терпение и дистанция. Потому что если вы приблизитесь, это будет жар, разрушащий вас. Некоторые думают, надо к маме поближе и плохо. Поближе означает, дарите радость ей, но как только чувствуете, что вы сгораете сами, значит дистанция. Мама говорит, ну ты вообще со мной можешь как бы посидеть, поговорить вообще хотя бы 10 минут или все время дистанция? Я говорю, могу, мама, но сколько смогу, столько поговорим. Приехал, сели, мама, ну как у тебя дела? Мама, давай о чем-нибудь хорошем поговорим, мне так легче, чем вот это вот, что мне плохо, что я умираю, что я заездился уже. Вот давай поговорим о том, что мне хорошо, я испытываю счастье в поездках. Ну как бы вот так и с ней общаемся, говорим. О чем-то хорошем начинает говорить, становится легче. Если она покладиста, у меня мама покладиста, она, конечно, любит драматизировать ситуацию, но как бы если ее ставить на место, она соглашается. Ну по-доброму иметь с виду. И вот так вот очень сложно с родителями. Если, допустим, между родителями и детьми очень глубокие отношения были всю жизнь, то это еще сложнее, потому что вот эта сильная привязанность, она становится невыносимой. Потому что отношения больные, больную природу имеет, понимаете? Потому что природа родительских отношений, вообще какова вот природа отношений родителей с взрослыми детьми? Это природа отречения, отношения отречения. То есть человек с возрастом должен больше привязываться к Богу и отпускать детей в свободное плавание все больше и больше. Но если он все больше зависеть от них начинает, то это превращается в болезнь, которую невозможно вытерпеть. И так как мы не можем обучать родителей, правда ведь? Поэтому мы можем только деликатно как бы отношения держать на каком-то достаточном расстоянии и желать им счастья, молиться за них, понимаете? Но если ты в зону вот эту входишь, их жизни слишком сильно, то там просто пожар, который разрушает твою судьбу. И если ты еще позволяешь себе послушать лишнего наставления родителей, то дальше они начинают просто превращаться в скандал, то есть они начинают тарать на тебя уже там, чувства распускать лишнего и так далее. Такое может быть, я утрирую, потому что некоторые родители все-таки способны отрекаться, быть мудрецами, молиться Богу и говорить, сыночек, хорошо живи, дочка, все у тебя будет хорошо, я с тебя молюсь, все, у тебя своя жизнь. Я желаю тебе счастья, благословляю тебя. Мамочка, что я для тебя могу сделать? Ну если хочешь что-то сделай, ну помой полы. И она как бы не трогает вас, дает вам возможность рядом жить. Мудро себя ведет, отреченно. И с ней можно хоть весь день проводить рядом, ничего ты не напряжешься, не устанешь, потому что у нее отношение с Богом, она тебя благословляет, дарит тебе счастье, но тебя не трогает, не мучает своими переживаниями и так далее, понимаете? Но это развитый человек, а развитых людей сейчас мало на земле. Поэтому и со старостью все тяжелее жить становится, любому человеку. Поэтому нужно держать дистанцию, желать счастья родителям, помогать им, заботиться о нем материально, там, словами, делами, писать смс-очки добрые. Но вот когда начинается вот это вот давление эмоциями, надо дистанцироваться. Иначе вы сгорите просто. Понятно? То есть с родителями отношения еще сложнее. Легче всего воспитывать друзей, которые встали на твой путь. Если друзья не встали на твой путь, их тяжелее воспитывать. Еще тяжелее воспитывать мужа и жену, чем друзей, которые не встали на твой путь. Еще тяжелее, чем мужа и жену, воспитывать детей. Потому что они хоть и кажутся, что они воспитываются, на самом деле они просто от тебя зависимы. А чтобы ребенок действительно начал меняться, он должен глубоко поверить в вас, как старших. А это значит, что вы должны полностью принять его судьбу, дать ему возможность жить, как он может. Это длинный путь. Еще тяжелее воспитывать родителей, потому что они не доверяют знанию, которое идет от детей. Но есть еще кое-что, что бы я вам сегодня хотел сказать. Есть еще одна категория людей, которых еще тяжелее воспитывать. Как вы думаете, тяжелее родителей воспитывать саму себя? Это самое сложное. Мы кого угодно можем воспитать. И вот как бы именно эта тема, что когда человек очень хорошо читает лекции уже, очень хорошо, как бы, люди говорят, меняется их жизнь. В какой-то момент он начинает думать, может быть, мне самому начать следовать этим рекомендациям. С этого момента начинается изменение себя. Ну, то есть, это очень сложная вещь вообще. Поэтому, как бы, в ведах есть такое понятие. Учителя, который учит своим примером. Это самая высокая категория учителей. Есть много категорий разных, но самая высокая, это когда учитель учит своим примером в жизни. Это очень сложно. И то же самое в семье. Человек, у человека есть единственный способ научить близкого человека, это своим примером. А это самое сложное. Поэтому не нужно сильно рассчитывать, что мы быстро можем обучить своих близких. Потому что только своим примером, возможно, учить. А это самое сложное. Какие у вас вопросы ко мне? Да, ваш вопрос. Первый вопрос, что такое любовь? Много говорите про любовь. Что такое? Силы брать силы. Я, вы знаете, на лекциях почти об этом не говорю, где брать силы. Вот. Да, вы давно на мои лекции ходите? Нет. Первый раз пришли? Вот. Понимаете, я вам очень благодарен за то, что вы пришли, во-первых. Но сейчас, так как я шутник по природе, простите меня, я сейчас чуть-чуть пошучу. Ну, то есть люди сейчас засмеются, но я буду говорить по-доброму. Вот. Первая шутка такая. Понимаете, спасибо вам большое за вопрос, что такое любовь, потому что на своих лекциях я практически не освещаю эту тему. Вот. Я практически не говорю о том, что такое любовь. Это моя ошибка. Вот. И вторая шутка такая. На своих лекциях я практически не говорю о том, где брать силы. Надо просто послушать еще пару лекций. Вы увидите полностью, потому что по пол лекции на каждой лекции только об этом мы говорим, что такое любовь и где брать силы. Ну, по пол лекции, потому что это самые главные вопросы, которые только есть в этом мире. И это самая главная тема. Спасибо вам за эти вопросы. Вы разумный человек. Да, я сегодня уже говорил о том, что такое любовь и где брать силы. Вот. На каждой лекции говорю очень много об этом. Спасибо, что вы спрашиваете. Это важно. У меня на семинаре пришли муж с женой прямо там вот в Бельгии. Они сели передо мной прямо на первом ряду. И они начали меня спрашивать. Жена спрашивает. Вот он вот так вот себя ведет. Что мне делать? И я начал говорить, надо принимать. Она говорит, и вот это надо принимать? Говорит, да. Терпи. И вот это она говорит, ну все, теперь понятно. И он говорит, а мне что с ней делать? И тоже задает вопрос. Понимаете, они слушают мои лекции 8 лет. Мне говорят, 8 лет слушаем. И говорят, все так-то понятно. Но вот что с этим человеком делать? Конкретно. То есть, представляете, как это сложно вообще вот все, что ты знаешь, применить конкретно на практике вот к этому человеку. Ведь всегда кажется, что у тебя есть хотя бы маленькое исключение из этих всех правил. Ну я им когда объяснил, они, да, конечно, это так и есть, но сложно. Спасибо вам за ваш вопрос. Ваш вопрос? Ага. По лекции именно вот, по воспитанию там. На первом ряду. Не, не, вот девушка. Не, лучше микрофон доносить, а то это долго так переберется. Супер, супер, молодец. Классный вопрос. Супер вопрос. Супер вопрос. Молодец. Спасибо, что вы это спросили. Это честно. Не надо отказываться от того, чтобы получать любовь. Это невозможно. Нужно поменять тактику. Вместо того, чтобы напрямую ее просить у человека, нужно просто получить знание. Вам получить знание. Что если вы принимаете, что человек, ну, не умеет по-настоящему любить, он умеет только наслаждаться тобой. А вот отдавать тебе не умеет. Поэтому нужно просто дождаться, когда она придет. Ты хочешь любви, тогда ты не требуй у него ничего. Просто для него что-то делай. И когда ты будешь вкладывать, вкладывать в него. Сначала закипит, как бы, сначала яд выходит. Понимаете? Ну, то есть, ты ему начинаешь заботиться, он обнаглеет сначала. Ты его повоспитываешь чуть-чуть. Чуть-чуть отдалишься от него, опять служишь. Все это по-доброму, деликатно очень. Потом дальше он начинает понимать, что он тебе благодарен за все, что ты делаешь. Потом дальше он начинает видеть, что ты хороший человек. Что ты вот деликатно, по-доброму себя ведешь, терпишь его все время, прощаешь. Он поймет, вот через какое-то время с тобой жизни, он поймет, что ты не враг, не опасный человек, а хороший человек. Этот стадий называется принятие близкого человека. Она не сразу приходит в жизнь. Ты хороший человек, он поймет. Как только он поймет, что ты хороший человек, он начнет глубже и глубже понимать тебя как личность. И в это время ты почувствуешь любовь. Ты почувствуешь, что классно, что мы вместе живем. Иногда это к старости происходит. Слени на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Но на самом деле это я утрирую, это уже была шутка. Не волнуйтесь, вы расстроились. У вас все это произойдет гораздо раньше. Потому что из всех людей, которые присутствуют в зале, только вы задали этот вопрос. Это значит, что вы очень мудрые. Потому что никто в этом зале не может жить без любви. А я всю лекцию говорил, что не отказывайтесь, какая любовь. А вы сказали, я не могу, я хочу любви. Это означает, что вы ее получите. Просто нужно немножко подождать. Подождать. И если вы хотите меня спросить, как ждать, или где брать силы, как спросил мужчина. То есть только один способ их брать. Это природа. Это энергия Бога. Люди. Это проявление Бога. И храм. Это сам Бог. Ну то есть есть энергия Бога, есть его проявление. В виде доброты. Качество Бога. Есть качество. Есть энергия Бога, есть качество. А есть сам Господь. Сам Господь находится в храме. Люди воплощают его качество. Бога через них можно качество Бога узнать. А энергия Бога, дающая силы, это природа. Когда человек с этими тремя ипостасями Бога контактирует, он получает возможность иметь силы терпеть, когда его близкий человек отдастся имностью. Потому что любовь между человеком и человеком, она требует вложений. И после вложений идет отдача. Нужно ждать. Нет, чтобы ты сразу раз и назад отдача. Потому что мешает эгоизм между нами. А между нами и Богом нет эгоизма. И поэтому отдача сразу приходит назад. Поэтому природа тебя сразу любит. Я в воду зашел, солнышко увидел, сосредоточился на них. Потому что надо аскезу совершить, сосредоточиться. Мы даже это не видим. Мы когда в воду заходим, мы хотим наслаждаться водой. И мы не видим солнца, не чувствуем воду. Мы энергию Бога тоже не чувствуем. Мы всегда в своей скорлупе. Надо желать всем счастья. Как бы настроиться на отдачу. И ты получишь солнце, получишь воду. Потом, когда ты людей увидел, вот столько людей, настройся на отдачу. Ничего не желает них. Просто служи им, служи, служи. И из сердца выйдет благодарность, которая растит тебя божественной силой. И потом, следующее, это храм. Приходи туда, забудь про себя. И просто молись. И это будут твои силы все. Потому что сразу от Бога, от Бога сразу отдача приходит. Тебе не надо ждать. Ты пришел, и мужа можешь подождать уже. Вот после лекции вы придете, вы сможете потерпеть своих близких несколько дней. Когда не можете, слушайте опять лекцию. Энергия Бога кончилась, значит. Вот откуда брать силы? Митя уже опять ответил. И так, постоянно я об этом говорю, на каждой лекции. Мужчина, ваш вопрос? Нет, дальше он там, на пятом ряду. Есть причина. Причина заключается в том, что вы по-настоящему любите. Когда человек по-настоящему любит, он по-настоящему... Он по-настоящему расстраивается или разочаровывается в отношении. Этот человек по-настоящему любит, по-настоящему... Понимаете? Он по-настоящему разочаровывается в отношении. И для того, чтобы это все, вот это вот все переварить, настоящее вот это, требуется Бог. Понимаете? потому что только он даст возможность превратить чувство предательства в мудрость. Вот ты чувствуешь, что тебя предали, допустим, да? И это надо превратить в мудрость. Мудрость из чувства предательства может появиться только по милости Бога. А мудрость означает, что ты видишь, что человек не то чтобы совсем предатель, он просто не понял, что сделал. Не понял, и это факт. Может 10 лет пройти, чтобы человек понял, что он тот, кто бросил тебя или там предал, он просто не понял, что он сделал. Может 10 лет на это пройти. Или больше. Но когда ты это понял, все успокаивается. Но только Бог может помочь. Потому что если ты по-настоящему искренне кого-то любишь, то ты искренне так же и разочаровываешься в предательстве. Поэтому в семейной жизни все непросто, нехорошее. Нужно стараться. Иногда очень тяжело сердце поменять. Направленность свое сердце. Чтобы все принять, переварить то, что произошло. Да, очень много сил приводится. Я не знаю, Саша мне машет руками. Говорит, заканчивать надо. Да, ну вот, и об этом говорит. Закрыто, да, закрыто. Пустить в свое сердце другого человека. Не надо сейчас никого пускать в сердце. Это невозможно. Нужно разблокировать сердце. Нужно в отношениях с Богом почувствовать, что есть верность, есть чистота в этом мире, настоящая любовь. Почувствовать в отношениях с Богом это надо. В отношениях со старшими, с друзьями, с природой, с Богом. Когда ваше сердце зайдет, вот чувство, что все хорошо, можно жить дальше. Тогда можно строить дальше отношения. А сейчас это просто невозможно. Не нужно себя торопить. Не надо там, все вас торопят, не торопитесь. Это невозможно. А может быть, так случится, что вы поймете того, что произошло с этим человеком. И он поймет, что с ним произошло. И там тоже что-то поменяется. Такое тоже возможно. Когда человек идет в сторону молитвы, он может перевернуть все, даже не переворачиваемое. То есть, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Что, ну как бы, я никогда не смогу принять предательство в своей жизни. Это правильно. Но вы опцию оставьте такую, что это возможно. Что все может поменяться даже с этим человеком. Принимать предательство не надо. Но опцию оставить надо. И молиться дальше Богу. Тогда будет легче жить. Субтитры создавал DimaTorzok